Наша газета называется «Мечтатели Некст». В этом учебном году мы подали заявку на участие во всеукраинской выставке газетных изданий «Молодежный акцент-2011». К сожалению, мне еще не придумали номинации «Классная газета», потому что наша газета о жизни именно одного класса в нашем филиале номер 3. Сейчас в сентябре 2011 года мы уже в шестой А. А первый номер вышел в январе этого года, когда мы были еще пятиклассниками. Почему «Мечтатели Некст»? Наша газета издается уже в рамках общешкольного проекта «Весник мечты», новый формат, которым руководит Андрей Вячеславович Юрькин. Газеты каждого класса в школе были основаны в 2008 году. Тогда у нашего классного руководителя Ермолина Елены Викторовны были другие ученики, они забрали газетами «Мечтателей». Эти дети окончили школу в 2010 году, а на смену им пришли мы, эти классники. Мы решили продолжить начатое дело и стать ли «Мечтателей Некст», только в следующем. Конечно, мы сначала ничего не умели, и в первом семестре, в пятом классе, газеты еще не выпускали. Мы смотрели, как это делают старшеклассники, учились у них. В декабре представители других газет «Весника мечты» приняли участие в выставке «Молодежный акцент 2010». Привезли оттуда много информации, советов. Мы стали учиться у них. Главным редактором стал наш классный руководитель, но основное – это писать материалы для газеты. Мы делаем сами. Сначала мы организовали работу редколлегии, журналисты, фотокорреспондент, редактор, но в классе всего 14 человек. И состав редколлегии только формальный, так как в создании газеты участвуют все. Логотип помогли сделать старшеклассники, дизайн создавался в процессе. Как расположить фотографии на странице, как выбрать шрифт, как сделать так, чтобы на странице осталось как можно, но меньше проблем. Конечно, да, совершенство еще очень велико, но мы с ребятами учимся. Проблем, о чем писать, не возникло. Школа работает над формированием экологического мировоззрения учащихся. Поэтому эта и тема обязательно должна быть в каждом номере. Далее – жизнь школы, филиалы и, конечно же, класс. А уж у нас в классе всегда происходит много интересного и на филиале тоже. Статьи сначала писали на уроках русского языка. Все эти уроки ведет классный руководитель. Она же главный редактор нашей газеты. Ирина Викторовна вставила акцент за развитие речи потомки газеты. Выбирали лучшее, со временем выяснили, кому удается писать лучше всего. Но свою статью в свежем номере газеты хочет прочитать каждый. И поэтому пишут все. Попробовали и разные жанры – статья, интервью, соцопрос. С рубриками еще не очень определились. Хотелось бы писать обо всем. Самое главное, как нам кажется, смогли перезинтовать каждого ученика класса. В пяти номерах можно познакомиться с нашими одноклассниками. По-своему прославить каждого из них – это одна из наших целей. Есть, конечно, у нас и некоторые минусы. Например, мы еще не подготовили на сайте мечты свой фотоальбом. Не пишем вовремя ленту на стиль. Но может, это потому, что мы торопимся узнать побольше интересного. А потом написать вам об этом в нашей газете. Мы исправимся. А вы считайте, пожалуйста, нашу газету. Большого опыта у нас еще нет. Но кое-чего мы достигли по итогам второго семестра 2010-2011 учебного года. Среди газет проекта «Песня мечты» в новый формат. Газета «Мечтатели НЕ» заняла пятое место. И еще, дорогие города основной школы, приезжайте к нам в гости на репериал номер три. АПЛОДИСМЕНТЫ Будем обязательно читать вашу газету, смотреть все ваши публикации. И желаем вам успехов на всеукраинской выставке «Молодежный акцент-2011», в которой в этом году примут участие. Ваша газета, журнал «Лестник мечты», портал школьной экологической прессы ЗВК номер 19, три, и кто еще? Назовите? Тинейджеры. Тинейджеры. Вы тоже подавили заявку. То есть четыре представителя от нашей школы, все мы встретимся на этой всеукраинской выставке. Ребята, к сожалению, Елена Борисовна должна покинуть нас. Давайте поблагодарим ее по хлопанию. Спасибо. Благодарим. Благодарим. Благодарим.